привет меня зовут анна мы с вами продолжаем изучать математику тема сегодняшнего урока нахождение неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого по плану мы с вами сегодня говорим о взаимосвязи компонентов действия вычитания также решаем уравнение на хождение неизвестного уменьшаемого и вычитаемого и тренируемся в своих вычислениях и так посмотрите пожалуйста на эти записи и скажите как же связаны между собой компоненты действия вычитания вы об этом конечно знаете остановите видео попробуйте сами рассказать себе если вы это уже попробовали сделать давайте проверять что у нас получилось и так у нас с вами выражение 101 минус 43 и значение этого выражения 58 первое число 101 называется уменьшаемым мы его уменьшаем как бы второе вычитаем а это то насколько мы уменьшаем и 58 это наша разность то есть разница между уменьшаемым и вычитаемым самое большое число в этом выражении это уменьшаем и и вот вопрос если мы например не знаем наши вычитаемые не знаем 43 да нам нужно его найти что нам нужно сделать для этого мы из уменьшаемым вычитаем разность и получаем наши вычитаем и а что сделать если мы например не знаем наши уменьшаем и самое большое наше число нам нужно к разности прибавить и вычитаем и таким образом взаимосвязь компонентов и происходит в вычитании это очень важно это очень полезно знать для чего для того чтобы выполнять следующие вычисления именно решать уравнение и так попробуйте пожалуйста самостоятельно остановив видео объяснить как выполнено решение и проверка если вы уже попробовали это сделать давайте проверять что у вас получилось и что получается у меня и так у меня уравнение x минус 37 равно 84 деленное на 6 x это наше уменьшаемое мы знаем чтобы найти уменьшаемое надо к разности прибавить вычитаем и но у нас здесь не все известно вычитаемое мы знаем 37 а вот разность у нас дана в виде частного да то есть нам нужно сначала найти саму разность найти вот это частное значение частного то есть мы переписываем левую часть уравнения x минус 37 и выполняем вычисление 84 делим на 6 получаем 28 и дальше вот во второй строчке уже привычное для нас уравнение дальше все проходит довольно таки просто x равен разность плюс вычитаемое то есть 28 плюс 37 находим значение x это 65 проводим черту и выполняем проверку мы значение x вставляем самое первое уравнение и так у нас 65 минус 37 это в левой части 84 деленное на 6 это в правой части проводим вычисление и записываем свои результаты и у нас в первой части получилось 28 во второй части тоже 28 ставим знак равно значит действие наши все вычисления все решение выполнено верно и x равен 65 и так находим значение нашего неизвестного мы с вами вычитаем из уменьшаемого разность из 125 нужно вычесть 72 и получаем наше значение это 53 то есть а наше неизвестное равно 53 проводим черту и выполняем проверку проверку нужно делать обязательно очень много ошибок можно избежать сделав проверку мы с вами подставляем наше значение а в уравнение то есть 53 подставляем вот сюда самую верхнюю строчку 125 минус 53 у меня получилось в левой части и вот 9 умножить на 8 получилось в правой части выполняю вычисления в левой части получилось 72 правой тоже 72 это эти значения равны значит вы уравнение выполнены верно и значит мой ответ а равно 53 ну что и конечно меня для вас задание пожалуйста выполните уравнение самостоятельно если вы уже это сделали остановив видео давайте выполним проверку и так в первом уравнении значение у у меня получилось 28 18 разделить на 6 это 3 у меня вычитаемая неизвестное вычитаемое нужно найти из уменьшаемого вычесть вычесть разность и во втором уравнении у меня неизвестное уменьшаемое до x чтобы найти неизвестное уменьшаемое нужно к разности прибавить вычитаемое да таким образом смотрите здесь могла быть ошибка какая что числа похоже да то есть нам нужно из x вычесть 82 и получить 73 плюс 9 x минус 82 это будет 82 и наш x не 0 потому что это уменьшаемое уменьшаемое находится суммой сложением до 82 плюс 82 и в итоге x у меня равен 164 но если вы выполнили проверку так как на этом слайде да то вы скорее всего если даже ошиблись ошибку свою нашли а и таким образом у нас получается во втором выражении неизвестное x равен 164 ну а мы с вами подводим итог мы сегодня говорили о связи компонентов действия вычитания также решали уравнение на поиск неизвестного уменьшаемого или неизвестного вычитаемого и также тренировали свой вычислительный навык у меня на этом все спасибо вам за внимание до встречи на следующем уроке пока